21 апреля на территории Ленинского района прошел субботник. Убирали дворы и улицы, газоны и детские площадки. В специально подготовленные пакеты отправлялся не только мусор, но и прошлогодние листва, трава, засохшие ветки деревьев. После субботника район преобразился. Субботник действительно удался на славу. Во всем Ленинском районе в нем приняли участие более 20 тысяч человек. Но после уборки жители жаловались, что мешки с собранным мусором не вывозятся. Проблему решили буквально в несколько дней. Вряд ли кто интересовался, куда именно вывозили мешки с листвой. В редакцию новостей телеканала Видное ТВ обратились сотрудники сортировочного центра Почты России. Они сняли свалку, которая выросла рядом с их предприятием. Судя по всему, выброс мусора здесь поставлен на поток. Неужели мешки после субботника вывозили именно сюда? Мы решили выехать на место несанкционированной свалки и узнать, действительно ли это те мешки, в которые люди во время субботника собирали мусор. Итак, посмотрим, что здесь есть. Я вижу листья, сухую траву. Больше никакого другого мусора здесь нет. Судя по всему, это действительно именно те мешки. Площадь свалки, по примерным оценкам, составляет около 700 квадратных метров. В 300 метрах – жилые дома. Сотрудники почты отмечают, что импровизированный мусорный полигон растет, как на дрожжах. А мусорные машины приезжают сюда аккуратно несколько раз в день. Когда вы заметили, что сюда начал свозиться мусор и когда это все началось? Осенью этого года начали свозить мусор. Откуда мы не знаем, но сначала привозили они ветки, сухую листву, а сейчас ситуация усугубилась и остались, по-моему, со всего города мусор. Тут еще и даже животные какие-то появились? Да, бегают огромные крысы по территории, мы даже боимся выходить из здания. Говорить о санитарном состоянии этой свалки действительно не приходится. Помимо спиленных ветвей, мешков с травой и листьями, здесь немало и бытовых отходов. Во время нашей съемки появился трактор, который сбросил очередную порцию мусора. Сотрудники почты не раз обращали внимание вышестоящего начальства на проблемы рядом с предприятием, но в головном офисе только разводят руками. Территория принадлежит городу, здание принадлежит Домодельскому почтам, то есть вопрос решать не хочет никто. А как-то это объясняют? Ну, никак, мы обращались к Домодельскому почтам, да, они говорят, что территория города, мы не имеем к ним отношения. Еще не улеглись страсти по мусорной куче, которую почти вывезли с территории Экотранс, а тут новая напасть. И, конечно, самое грустное во всей этой истории, что про новую свалку нам приходится рассказывать сразу после проведенного в районе субботника. Вот такая странная эклектика. Пока одни работают над тем, чтобы сделать родной город чище, другие, на его же территории, в непосредственной близости от жилых домов, устраивают очередную свалку. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.